Эфир телеканала Беларусь 4 продолжается. Это утренний фреш. Доброе утро. Меня зовут Александр Лупиненко. Друзья, у нас сегодня гости. Гости из Брестской области. Директор санатория Ружанский Владимир Иванович Карпечкин и начальник управления маркетинга санатория Ружанский Наталья Алексеевна Нашилова. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. На часах полвосьмого утра. Интересует меня такой вопрос. Во сколько же начинается утро у сотрудников санатория Ружанский? Ну, у нас самыми первыми начинают работать. Это сотрудники системы питания. В общем-то, повара, шеф-повара, заведующие общепитом. Они с пяти утра уже начинают готовить завтрак. В основном санаторий Ружанский позиционирует себя как санаторий семейного типа. Так ли это? У нас очень комфортно себя чувствуют. Мама с детьми, бабушки с внуками. Поэтому Ружанский, да, это санаторий семейного типа. Направлений много. Можно в рамках сегодняшнего утра рассказать об основных направлениях, которые предлагает санаторий Ружанский. Мы занимаемся такими направлениями, как заболевания легочной сферы, что особенно актуально в условиях сегодняшней эпидемии вирусных заболеваний. Также у нас идут заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания опорно-двигательной системы, гинекология, косметология, стоматология, эндокринология. Одним из самых молодых направлений в нашем санатории является такое направление, как реабилитация. Буквально в этом году мы получили соответствующую лицензию на осуществление этого вида деятельности, которая осуществляется по трем основным направлениям. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, а они у нас на первом месте в структуре всех заболеваний на сегодняшний день. Также заболевания опорно-двигательной системы, это артриты, остеохондрозы, радикулиты. Вот это все, что нам мешает жить сегодня. Это болезни, так скажем, бич 21 века, заболевания опорно-двигательного аппарата. У нас повышенное внимание женской аудитории. Что это значит? То есть в отдельном корпусе у нас сконцентрированы такие службы, как гинекология, косметология, иглорефлексотерапия. Сделан замечательный салон красоты под названием «Первая леди». То есть там работает косметик, парикмахер, можно сделать миникюр, педикюр, удлинить, укоротить. В общем-то, ну все, что женщины пожелают, все мы им готовы исполнить. Оздоровиться и привести себя в порядок, навести красоту – это все хорошо. Но еще одно из направлений курорта Ружанские санатория – это укрепление иммунитета. Расскажите более детально, что это за направление? Не случайно мы называемся курортом, потому что мы располагаемся в таком замечательном, я бы сказал, уголке Республики Беларусь, как Беловежская пуща. То есть территориально санаторий находится в Ружанской пущи, которая является сегментом Беловежской пущи. Ну и Брещена сама по себе, как бы она такой красивый регион в нашей стране. То есть мы тоже, как вот и Гомель, в южной, в юго-западной части… Полесье. Да, в юго-западной части Беларуси находимся, мы граничим территориально с Гомельской областью. Вот. И по иммунитету у нас есть вот эти вот следующие курортные факторы. Это вот расположение в Беловежской пущи, я уже сказал. Ну и находитесь вы там вокруг хвойда и сосновые леса растут, если я внимательно рассмотрел с высоты птичьего полета. На берегу замечательного живописного озера мы находимся, которое пользуется огромной популярностью. Едут даже из России рыбаки из Москвы, Санкт-Петербурга. В общем-то, интерес к этому озеру очень-очень большой, потому что оно уникальное и чистое. Также у нас имеется своя минеральная вода. За счет этого наш курорт Ружихутр еще называют белорусские карловы вары. Вот именно из-за наличия минеральной воды, которая незаменима при лечении заболеваний желудочно-кишечной системы, опорно-двигательного аппарата. Она помимо лечебных свойств обладает таким действием, что придает заряд жизненных сил, повышает тонус организма. И, разумеется, через это стимулируется и иммунная система. В общем-то, поэтому все это в комплексе диетическое сбалансированное питание, минеральная вода, широчайший мощный комплекс физиотерапевтического лечения. Свежий лесной воздух. Свежий лесной воздух. Все это в комплексе, конечно, способствует укреплению иммунитета. Также сама среда, гармония с природой. Вдали от больших городов, от заводов, от фабрик, от предприятий, от скоплений массовых людей. То есть люди, попадая к нам первые дни, не просто у них головокружение от этого воздуха, от этой чистоты нашей Беловежской пущи. Ну, я думаю, что немаловажным будет вопрос у наших зрителей, кого заинтересовали предложения, кто уже начал рассматривать за чашечкой утреннего кофе. Сколько же это стоит и как к вам попасть? Санаторий Ружанский проводит социально ориентированную ценовую стратегию. Мы доступны для всех категорий граждан. Имея сезонный характер работы, первый квартал, апрель, май и июнь, до середины июня, в нашем санатории самые минимальные цены. А цены у нас начинаются от 45 рублей в сутки на одного человека, куда входит проживание, пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажерного зала, а также 5-6 процедур уже входят в эту стоимость. А правда ли, что в вашем санатории, в санатории Ружанский, есть цены, ну, скажем так, особое внимание уделяется людям уважаемого возраста? Для них у вас есть особое предложение? Да, конечно, это правда. Для таких людей и для категории к ним приравнены – это пенсионеры, ветераны, инвалиды – у нас действуют скидки 40%. Для остальных наших гостей также есть различные акции и скидки. Это спа-выходные в Ружанском, часто болеющий ребенок, дружная семья и групповые заезды. Теперь у нас появилась еще новая акция. К нам приезжают люди, и очень многие отдыхающие заявляют такое желание о продлении путевки. На данную путевку действует скидка 20%. К нам тоже можно приехать не на лечение, а просто на оздоровление приехать, просто отдохнуть, подышать свежим воздухом. Также к нам можно приехать на самоизоляцию. Человек, который приезжает на самоизоляцию, тоже есть определенный вид путевок, которые, если путевка от 1 до 5 дней, она будет идти по обычному прескуранту. Если человек покупает путевку от 5 до 10 дней продолжительностью, действует скидка 10%. Если продолжительность начинается от 10 до 15 дней, скидка 15% на такую путевку. Ну, любого человека, который покупает путевку в тот или иной санаторий, в частности в санатории Ружанске, заинтересует вопрос, а чем же там кормят? Во-первых, наше питание диетическое. У нас работают несколько диетологов, и мы работаем индивидуально с каждым клиентом с учетом его предпочтений. Также у нас в нашем санатории меню заказное, что наиболее на сегодняшний день актуально в условиях вот этой распространенности вирусных заболеваний. То есть мы исключаем вот этот вот контакт возле шведского стола, как это принято во многих учреждениях, а наши гостей обслуживают индивидуально наши официанты. И с учетом ваших пожеланий, ваших приоритетов под вас индивидуально подбирается та или иная лечебная схема. Ну, если кто-то не желает придерживаться, допустим, диетического питания, то у нас работает замечательное кафе «Панство хмелю», где представлена белорусская, польская кухня в ассортименте, и там уже человек может побаловать себя не совсем лечебной пищей. А ведь вокруг вас находится еще огромное количество уникальных исторических памятников. Брестский регион богат своим историческим наследием. Вокруг нас много замечательных, интересных мест. Брещен – это вообще регион замков. У нас Косовский замок, Ружанский замок прямо непосредственно в Ружанах, дворец Пусловский замечательный, Брестская крепость, музей, музей Суворова, музей Багратиона. То есть, в общем-то, экскурсионная составляющая очень развита, и мы способны удовлетворить любой запрос. Из чего сегодня состоит структура санатория Ружанский? Ну, если посмотреть на наш санаторий с высоты птичьего полета, то… Я видел, он прекрасен. Это целый такой, да, местечко такое целое. Похож на замок Сределеса. Совершенно верно. Тоже похож на средневековый готический замок. У нас множество корпусов, одних только жилых корпусов у нас, пять, два лечебных жилых корпуса, два водно-спортивных комплекса – это и детский, и взрослый. В структуре детского водно-спортивного комплекса у нас два мини-бассейна и детский аквапарк. В структуре взрослого спа-комплекса у нас тоже два бассейна, один большой, другой малый, комплекс саун, комплекс всевозможных тренажерных залов. Имеются спортивные площадки, имеется пляж, оборудованный пляж, лодочные станции, катамараны, велосипеды, лодки. Имеется у нас, помимо жилых уютных корпусов, для уединенного отдыха, коттеджи такие замечательные, то есть там свои мангалы. Ну и все это соединяется такими надземными переходами, что делает особенно удобным отдых в санатории. То есть не надо после процедур выходить на улицу, хотя у нас, как и у вас, наверное, в Гомеле, всегда в Ружанском, всегда тепло, но тем не менее после процедур у нас можно, не выходя на улицу, попасть в любое структурное подразделение санатория. Вы знаете, современный мир диктует свои условия, и сейчас очень много общения происходит в социальных сетях. Расскажите, как ведет свою работу и организовывает свою жизнь санаторий Ружанский в соцсетях ВКонтакте, в Фейсбук, в Инстаграм, в Ютубе? Мы находимся во всех социальных сетях. Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакт. Также проводим различные акции и разыкрываем различные призы и подарки для наших подписчиков. У санатория Ружанский есть свой прекрасный сайт, который можно легко найти в интернете, посетить, и если возникнут какие-то вопросы, узнать все тонкости и совершить экскурсию, хоть виртуальную, но вот пока что так. Огромное вам спасибо за то, что этим утром нашли время и возможность заглянуть к нам на огонек. Я думаю, что сейчас самое время пригласить наших зрителей этим утром к вам в санатории. Да, очень хотелось бы, чтобы жители Гомельщины вот именно приезжали к нам в наш санаторий на оздоровление в условиях сегодняшней пандемии, на самоизоляцию, на профилактику, чтобы не попасть под вирусную атаку. Ну и просто приезжали в наш санаторий для того, чтобы зарядиться зарядом бодрости, избавиться от хронических заболеваний. Хочу особо подчеркнуть, что отдыхать, санаторно-курортное лечение оздоровления должно проводиться два раза в год. Поэтому вот мы открыты и ждем жителей Гомельщины в санатории. Спасибо огромное за эту информацию, которую вы предоставили нам этим утром. Ждите в гости. Ну а всем, друзья, хочу напомнить, что наше утро на телеканале «Беларусь-4» продолжается. Встречаем его вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова